Всем привет! Сегодня у нас тема, которая касается всех без исключения. Поговорим про 11 занятий, которые улучшают работу мозга, включая память, концентрацию, внимание и собственно счастье вашего мозга. Точно так же, как атрофируются мышцы без физической нагрузки, мозг человека слабеет без различных умственных активностей. И наоборот, чем больше вы тренируете его, тем больше образуется в нем нервных связей, а чем выше активность головного мозга, тем больше в него поступает обогащенное кислородом крови. А от этого, собственно, и зависит интеллектуальное здоровье человека. Для того, чтобы мозг функционировал эффективно, важно специально активизировать рост нервных связей с помощью новых впечатлений. В период обучения в школе, университете, количество новой информации позволяло стабильно тренировать мозг, но для взрослого человека в жизни и работе, которого преобладают рутинные процессы, чтобы держать интеллект в хорошей форме, приходится прибегать к стимуляции при помощи специальных упражнений для развития мозга. Поэтому так важно научиться решать типичные задачи нестандартными методами. Для начала важно отметить, чтобы хорошенько прокачать мозг и развить гибкость ума, важно обратить внимание на питание, привычки и образ жизни в целом, свежий воздух, здоровый сон, физические нагрузки и здоровую пищу еще никто не отменял. Поэтому, чтобы достичь желаемого результата, нужно в первую очередь обратить внимание именно на эти важные факторы. Эффективная тренировка мозга – это упражнения, которые направлены на развитие памяти, внимательности, а также отдельно правого и левого полушария мозга. Предлагаю к вашему вниманию 12 занятий, которые положительно повлияют на развитие вашего мозга. И если вы сможете применить эти навыки в жизни, то сможете поддерживать здоровье вашего мозга. Решайте головоломки. Судоку, кроссворды, ребусы, пазлы, шахматы и другие игры на логику очень полезны для тренировки мозга. Но при одном условии, если вы решаете их нечасто. Если же каждый день вы заполняете по 10 судоку и сходу можете назвать столицы Мадагаскара, Мазамбика и Сомали, эти виды головоломок для вас рутина, и мозг к ним уже привык. Решение головоломок позволяет вашему мозгу быстро принимать решения, быстро думать и тем самым замедляет состарение мозга. Загадки, викторины, судоку, кроссворды, настольные игры, карточные игры и прочие занятия повышают нейропластичность, способность мозга изменять привычное поведение на основе нового опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия. Это повышает наши когнитивные навыки, влияет на наше поведение и контроль эмоций, позволяет нам смотреть на вещи с разных точек зрения. Кроме того, люди с повышенной нейропластичностью менее повержены психическим расстройствам, депрессии и беспокойству. Они быстрее учатся новому, лучше запоминают и фокусируют внимание. Увеличивайте свой словарный запас. Насколько приятно слушать красноречивую и грамотную речь, когда человек умеет подобрать нужные слова и точно описать свою мысль. И настолько же режет слух неграмотная, бедная речь, которую достаточно сложно понять. Именно большой словарный запас является признаком интеллектуального развития и может помочь вам в обучении, работе или на выступлении перед большой аудиторией. Старайтесь даже в обычном разговоре подбирать новые слова, так вы сможете задействовать свой мозг и каждый раз он будет вас радовать новыми словами, которые вы уже давно не используете. Правильно выраженная мысль или чувство могут позитивно повлиять на все сферы вашей жизни. Для этого можно записывать новые слова в телефон на заметке и стараться при разговоре его использовать. Как только это слово перейдет в ваш активный словарь, вы его уже не забудете. Не надо полностью полагаться на технику. Использование техники значительно облегчило и улучшило нашу жизнь. Но не стоит делегировать на него каждую простую задачу. Когда перед вами стоит задача рассчитать быстро сдачу, не надо сразу тянуться к калькулятору. Или даже для знакомого маршрута прибегать к навигатору. И не надо составлять список для покупок, если ваш список небольшой. Лучше такие простые задачи давать мозгу. Очень полезно запоминать номера ваших близких и родных наизусть, которые, возможно, понадобятся вам в экстренных ситуациях. Тоже относятся к кодам и паролям. А что, если вы все это не будете запоминать? Тогда готовьтесь к тому, что ваш мозг разленится. Мозгу надо давать задачи и тренировать память, то есть использовать его по назначению. Меняйте руку и закрывайте глаза. Большинство повседневных действий, таких как чистка зубов, одевания, приготовления пищи мозг производит на автомате, экономя силой. Можно его удивить, например, чистить зубы не правой рукой, как обычно, а левой, или попытаться позавтракать, периодически закрывая глаза. Можете пнуть мяч другой ногой, чем обычно, или пишите другой рукой. Заметите, как эти движения станут для вас незнакомыми и необычными. Казалось бы, несложно, но тем самым вы бросите вызов своему мозгу. Вы задействуете сразу два полушария мозга и улучшите координацию мышц мозга. Освойте новый навык или хобби. Ученые доказали, что мы можем повышать уровень интеллекта практически безгранично. И теперь мы знаем, что путем изучения нового мы создаем новые нейронные связи в мозге. И они помогают ему работать лучше и быстрее. Освоение нового навыка – это то же самое, как записать свой мозг на фитнес. Навык или хобби может быть любое – интеллектуальное, музыкальное или спортивное. В любом случае, это создаст новые связи в мозолистом теле, сплетение нервных волокон, связывающим полушария мозга. Это улучшает память, способность к решению проблем и работу мозга в целом, вне зависимости от того, какого возраста. Даже регулярное чтение, вне зависимости от того, что именно вы читаете «Гарри Поттера», «Игру престолов» или «Глянцевый журнал», преимущества чтения одинаковы. Чтение понижает уровень стресса и развивает интеллект во всех трех направлениях – в эмоциональном, подвижном и кристаллизовавшемся. Игра на музыкальных инструментах также создает новые нейронные связи в мозгу и, как следует, может положительно повлиять на уровень IQ. Музицирование затрагивает сразу несколько систем в организме – визуальные, аудиальные, тактильные, моторные, эмоциональные и когнитивные, что позитивно влияет на весь организм человека. Поэтому постарайтесь найти интересное для себя занятие и осваивайте его. Используйте другие маршруты и посещайте новые места. Один из принципов развития мозга – это его удивлять, так как мозг – один из самых энергозатратных органов. В привычной обстановке он обычно работает на автопилоте и совсем не напрягает себя. Дом, работа, дом – этот маршрут может оставаться неизменным годами. Итог – мозг проходит его на автопилоте, совершенно не включаясь в процесс. Попробуйте добираться до офиса разными способами и хорошенько изучить район, где живете. Гуляйте там, где еще не были. А перед поездкой в новое место заранее внимательно изучите карты и попробуйте добраться до нужной точки без подглядывания в приложения с картами и подсказок навигатора. И каждое новое место – это встряска для мозга. Он начинает анализировать ситуацию, копить данные, обустроиться все органы чувств, что вызывает в человеке чувство счастья. Изучение иностранных языков. Ну сколько раз вам говорили учить иностранные языки? Исследования показывают, что люди, владеющие несколькими языками в среднем, имеют уровень IQ выше, чем те, кто пренебрег уроками английского в школе. Владея вторым языком, вы проще справляетесь с любыми задачами интеллектуального характера. Дело в том, что изучая новый язык, вы учитесь мыслить параллельно, анализируете звуки и сопоставляете значения разных слов, формируете некий собственный дуальный словарь. В процессе запоминания иностранных слов, понетических и синтаксических правил вы стимулируете аналитические навыки. Говорение помогает встраивать ваш словарный запас в оболочку конкретных жизненных ситуаций и моделей поведения. В целом, обучение языкам задействует несколько областей вашего мозга в комплексе. И изучение нового языка подвластно в любом возрасте. Медитация. Ученые и нейробиологи сходятся на том, что наш мозг невероятно пластичен и легко перестраивается для решения задач, которые мы ему предлагаем. Медитация, то есть концентрация на одном объекте или мысли, замечательно развивает участки префронтальной коры, которые отвечают за самоконтроль и самосознание, основу рационального выбора и умственной работы. Спокойный и расслабленный человек, не испытывающий стресса и нервных перегрузок, способен лучше концентрироваться и быстрее погружаться в работу. На этом принципе основаны медитативные техники, направленные на улучшение внимательности. Чтобы применять техники медитации повседневной жизни, вовсе не обязательно становиться приверженцем определенной школы или записываться к конкретному наставнику. Есть масса способов, сосредоточенность на дыхании, звуке, образе, мысленное сканирование собственного тела. Главное использовать техники регулярно. Здоровое питание мозга. Мозг отбирает примерно 20% всего потребляемого телом сахара и энергии и сильно зависит от уровня глюкозы в крови. Когда сахар выходит из-под контроля, мозг протестует и вы это чувствуете. Клетки мозга сделаны из жиров, поэтому полностью исключать жиры из рациона нельзя. Жирные кислоты, содержащиеся в орехах, авокадо и рыбе, очень хороши для производства новых клеток мозга. Обходите стороной полки с вредными для мозга продуктами. Сразу отправляйтесь к полезным. Покупайте яйца, продукты с витаминами В и Е. Не пренебрегайте возможностью поесть ягоды. Кстати, есть в компании тоже полезно. Это помогает мозгу закрепить эффект от поглощения полезной еды. Сладкое повышает уровень сахара в крови, что вызывает повреждения клеток мозга и провоцирует проблемы с памятью. Так что старайтесь как можно жестче ограничивать потребление сахара в любом виде, а то станете беспамятной сладкоежкой. Следите за своим весом. Пока я готовила материалы к этому видео, наткнулась на информацию, которая больше всего меня удивила. Это то, что лишний вес мешает думать. Лишний вес приводит к проблемам с памятью. А вы же хотите обладать блестящей памятью? И провоцирует преждевременное старение мозга. Ожирение стимулирует рост количества свободных радикалов и возникновение воспаления, что сокращает количество клеток мозга. Другими словами, если у нас лишний вес, то нам гораздо сложнее думать, учиться и работать. Предлагается простое и понятное решение. Измените свой рацион и меняйте свой образ жизни на более активный. И завершающая рекомендация – это освобождение от информационных перегрузок. Мы живем в информационной эре и подвергаемся воздействию огромного количества информационных потоков. Состояние постоянной вовлеченности в цифровую жизнь вызывает зависимость. Многие из нас не могут отправиться спать без того, чтобы лишний раз не проверить телефон. Уведомления гаджетов при получении сообщений отвлекают нас, хотим мы того или нет. Информационная перегрузка в купе с отвлекающими звуковыми сигналами часто приводит к утомлению, повышенной раздражительности и сказывается на нашей способности сосредотачиваться. Многозадачность как таковая в смысле качественного удержания в фокусе внимания сразу несколько задач – это миф. Человек может лишь переключаться между задачами, тратя на каждое переключение время и силы. Для того, чтобы минимизировать эти негативные эффекты, специалисты по управлению вниманием советуют регулярно устраивать себе разгрузочные часы. Выделять время, когда вы осознанно не будете пользоваться гаджетами. Например, перед сном ученые рекомендуют либо выключить мобильный телефон, либо поставить его на зарядку в другой комнате в беззвучном режиме. Это поможет нервной системе успокоиться и полноценно восстановиться во время сна. Следуйте этим рекомендациям и берегите свой мозг. И помните, что мелкие ежедневные улучшения – это ключ к значительным и устойчивым изменениям. Как вы заметили, тренировка мозга – это не так сложно, и вы можете все эти пункты применять в повседневной жизни. Спасибо за ваше время. В комментариях делитесь своими рекомендациями для улучшения работы мозга.